здравствуйте друзья третий час другой войны сейчас наварим зелий вот и нам нам придется снова вернуться на рынок чтобы затариться ремкомплектами к оружию потому что без ремкомплектов делать нечего вот а чтобы наварить зелий нам нужно купить сахар и фляжки скупаем кстати что там с патронами патронов довольно тоже мало поэтому патроны тоже надо купить патроны к пистолету и а а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Все, патроны больше покупать не будем, а вот фляжки скупаем Сахар, само собой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получается себестоимость вот такого зелья у нас То есть сахар я покупаю по 15 А фляжку я покупаю за 37 То есть 52 монеты себестоимость Но если покупать готовое такое зелье, то оно 200 стоит Все равно в 4 раза дешевле Сколько еще? Ну 4 штуки сейчас я еще сделаю зелье и хорош ДимаTorzок Нам еще 90% денег нужно будет отдать торгашу Или кому-то мы должны будем отдать Но я думаю это все не принципиально То есть мы сейчас пока будем двигаться к рынку Мы будем драться и сможем заработать Надо награбить, так сказать Так, раздаем целебные зелья ребятам По 5, да, по 5 штук допустим Нормально будет И у верблюда 5, то есть видите, все хорошо получилось Нормально Нужно проверить экипировку Состояние оружия перед походом Ого, как у меня быстро ушла Ремонтная сумка Так, починились, да? Одежку тоже починим Вот это нужно делать постоянно И это изрядно надоедает Вот это возня с починкой одежды Оружия Так, все, возвращаемся в этот На рынок Вот эту локацию мы вообще На ней не играли Кстати, вот эти тенки Их нужно в первую очередь уничтожать Потому что там резьбится враг А верблюд-то что стоит? Так, тенки Тенки уничтожен Собираем все Древние кувшины Это по сути Те же мины Так, я дал команду всем Атаковать без разбора Всех подряд Полностью зачистим эту локацию Нам нужно опыт набирать Иначе дальше Дальше нам будет очень тяжело Если мы Если мы Не прокачаемся В следующих актах Рванулся Ну что, блядь Опасть не может Во-первых, мы Грабим вещи Которые продадим И получим деньги Во-вторых Мы прокачиваем все опыт Что еще даже важнее Так что вот такая Зачистка локаций Обязательно Вот видите Они из тента лезут Сначала тент Расстреливаем Потом уже Занимаемся Людьми Следим С состоянием оружия Так, ну я не буду Тратить ремкомплект На саблику Если даже она сломается Хрен с ней А что Осел-то не дерется Нет рыб Команда стоит Драться у него Собираем вещи А, пистолет сломался Зараза Починили Сейчас обойдем То место Где мы уже были Чтобы это Собрать шмотки Силы кончились Вдется что Стоять Отдыхать Вдется стоять Отдыхать А это видите Зараза Вон живучесть Почему-то Отдыхом Видите Как медленно Восстанавливается А мы тут уже Я смотрю Собрали Шмотки Что-то Опять я устал О, тент Расстреливаем его Кто кричит А, там чувак стоял Тент Это места Респавна врага Поэтому Нужно Расстреливать Так, этот Что-то там дерется Почему-то вручную Что у него Пистолет работает Патроны есть Значит просто Слишком близко К нему враг Так, главный герой У нас Стал опытнее Что прокачаем Автоматы Смысла нет качать Потому что Они Чтобы им пользоваться Нужен высокий ум Ну Ум Тогда качаем Ум Нужен ум Чтобы пользоваться Автоматами В будущем Поднял ум Что там такое Куда он стреляет Где Иоган Я не пойму О, Иоган Но тоже Новый уровень Получил Ему тоже Надо качать Ум Для автоматов Так, Ум Подняли ему До 7 Что такое Я не могу Понять Где Иоган Ульвих Со мной бегает Иогана Не вижу У него Видимо Стоит команда Держать позицию Она каким-то образом Сама поставилась Такое бывает Вон он стоит Сын сын Че ты тут стоишь У него стоит команда Держать позицию Почему-то Так Давайте посмотрим Что у нас там С обмундированием С оружием У этого Изношенность пистолета Уже 45% А чинить нечем Чинить нечем Что хуже всего Ну хотя бы одежду Давайте починим Хотя бы одежду А дальше Придется Видимо Переходить На это На На сабле Здесь ничего Ну похоже Локацию мы Зачистили Нам сейчас Нужно идти Влевую Субтитры Ассасины Кстати, что там у Ульвиха? Нет сабли у него на месте Работает Выбираем самого слабенького ассасина Это все драгоценнейший опыт Опыт, кстати, делится на всех поровно То есть, видите, поскольку нас четверо То опыт делится на четверых И теоретически, возможно, выгоднее бегать, например, вдвоем, втроем Я не знаю Я не спец по этой игре Может и выгоднее Кстати, наш главный герой практически при смерти Чуть не завалили Да и ослик уже довольно плохо Что там с пистолетом? Пистолет у меня сломан Тогда я беру в руки саблю Переходим на саблю У этого что? У этого пистолет пока, кстати, функционирует Но прочность 36% всего Кстати, вот же есть у нас ремкомплект, друзья Что я туплю-то? Есть ремкомплекты у нас Так что возвращаем пистолет Чиним его Чинили И чиним пистолет Иогана Все нормально Давайте эту локацию я тоже пробегусь зачищу Нам нужен опыт Нам нужен лут Чинили 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 так перекусили кип-апом у джи полностью пробежимся да тем более мы эту локацию что вообще не они изучали что странно мы же на ней были а почему-то она закрыта черным туманом войны с чего бы вдруг о нет тут саперы пошли это очень неприятные типы я пожалуй на них удар свою сконцентрирую черт возьми меня завалили блин не уследил за здоровьем еще нам много сейчас переигрывать придется я что-то не помню когда я сохранился к счастью переигрывать не придется сохраниться умудрился атакуйте мне чё вы стоите так хочу осел сам не умеет пить зелье что а он уже видимо все выпил а может нет он тоже умеет сам лечиться слава богу собираем лут сабли вот эти я перекладываю пока на осла мы их продадим кстати что там с состоянием оружия 55 процентов у этого все четыре у того так ну давайте пока что починим одежду что не понял этого чё все по ста процентов что странно так чинить кстати нет мы можем починить и оружие тоже давайте починим у иоганна его пушку а я должен буду за своей уследить чтобы не дай бог она не сломалась перекусили сабли тихо 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 древний кувшин это мина нужно расстреливать безопасной дистанции кувшинчик нашли кстати нашли и сумку с инструментами здорово починились починили оружие кстати у этого там не сломалась сабли до у него сабли уже сломалась давайте к нему подберем какую нибудь сабельку сабли разрушения я вот не пойму тут пишут сабли разрушения она ничем не отличается от обычной сабли по характеристикам урон 3 18 все ничего здесь нету к ней чем она отличается от обычной сабли пускай сабли разрушения возьмёт так продолжаем набирать опыт собирать лут желательно в идеале вообще полностью инвентарь забить этими предметами чтоб денег выручить напишите бегут а 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 Так, а осёл-то чё бегает? А, у него стоит почему-то уклонение Почему? Непонятно Само по себе вот почему-то сбивается Ебаный бил Куда вот? Что вот он делает? Куда бежит? На огонь Настоящее побоище Супер, уголбался своими этими коктейлями молотами Чёрт Главный герой-то при смерти Добили наконец Собираем вещи Сломался у нас опять пистолет Тогда я пока саблю возьму Собираем лут Так я не могу понять, где Где трупы? Мы тут столько народу перебили Этот опять, сука, держит позицию Чё держит? Не, они древние кувшины, я не знаю Они тяжёлые Ну и в принципе их можно на осла, как я понимаю, загрузить Смотрите, сколько всего, да? Сколько добра У осла места ещё полно У верблюда вернее Так, опять пришло время Чинить наше оружие Нашу одежду, вернее О, ремонт, ремонт комплект есть Чиним пистолет Илгана Чиним одежду Илгана Смотрите, сколько ремонт комплектов к одежде, да? Ужас Очень много Но я пока разделю их По парням Починились Чёрт, надо было свой пистолет починить Ну да ладно А я его могу и починить В принципе, почему? Вот же есть ремонт комплект Всё Пистолет не сломан 89% вооружился Сейчас добьём всех на этой локации Соберём лут Наберёмся опыта Просто В этой игре Как, по крайней мере, в первой части Я думаю, здесь тоже самое Сила врагов Она не подстраивается под силу Игрока Поэтому Если мы сейчас Если мы сейчас Не прокачаемся То дальше будет непроходима для нас Эта игра Вот это Вот это грабили перекусили бинтами ремкомплект есть для оружия ну сабли чинить не будем потому что их у нас и так вполне все локация полностью зачищена движемся на север но там нужно будет еще одну локацию зачистить там уже будут немцы но они слабенькие их мало еще раз повторюсь нам нужно драться потому что без прокачки мы не пройдем дальше так вот здесь вот ищем немцев давайте против часовой стрелочки пойдем пойдем кстати вон стоит ящик с амуницией давайте посмотрим что там есть а есть тут до хрена всего так замшевые антишоковые ботинки пустыни у кого нет обуви нет обуви у ульриха бери каска у кого нет каски каска лучше у ульриха и полевая кепка это тоже ерунда значит каску ульриху тут уже пояс африканского корпуса по моему пояса есть у всех только на продажу разгружаем все это основу нам нужно место в инвентаре давайте починим еще раз одежду набрали еще кучу хабара тоже все это ослу разгружаем тут мне если не изменяет память должен быть еще один такой ящик приятного вон он вон он вон он ну ладно сейчас вернемся Так, ремкомплект я видел А, нет Ботинки для пустыни Но они у всех такие есть Так, давайте вот этот ящик разгребем С амуницией Винтовочку нашли Но это не самое лучшее оружие, мягко говоря Ее только на продажу Да у нас, кстати, ни у кого нет навыка винтовки Если я не ошибаюсь У кого-то одного есть, но У кого? Неужели у Ульриха? Нет, у Ульриха тоже такого навыка нет Кстати, перчатки никому не нужны Перчатки тоже есть у всех Обычные хлопковые перчатки, ничего особенного Что, купик что-ли? А, здесь, видимо, не пройти Полностью защищаем локацию Нужен опыт Нужен лут Такая вот миссия у нас Вернее, такая часть Прохождения Чисто боевая получается Но таких будет очень много У немцев нету вот этих вот тентов Откуда они там респятся Постоянно, в отличие от арабов Каска, кстати, обычная была А то, может, какая-то улучшенная попадется Перчатками, поясами все обеспечены Касками тоже Так, все, силы кончились Придется остановиться Мне кажется, быстрее постоять и потом бежать Чем постоянно пешком ходить Хотя, может быть, ошибаюсь Не замерял Субъективно такое ощущение Отдохнули Ну, как я понял, локация зачищена Немцев не так здесь много Как арабов на предыдущую Локацию Побежали посередине Никого здесь не видим Добрались мы до рынка Первым делом сейчас сбагрим Торговцу Все, что у нас есть Пусть это будет, допустим, рыбак Фляжки нам самим нужны, естественно Давайте начнем Разгружать верблюда сперва Нам нужно по сабле каждому оставить По одной сабле На тот случай, если кончатся патроны Сабли, я так понимаю, везде обычные Сабли разрушения Ну и чем это она от обычной У нее те же самые параметры абсолютно Не понимаю Кувшины древние продаем Сосуд с древним ядом Если разбить емкость, жидкость разольется И начнет испаряться Отравляя всех, кто достаточно неудачный Чтобы вдохнуть испарение Но это аналог бомбы Обычный Кстати, стоит всего 10 монет Это очень дешево Учитывая, сколько места И сколько весит она Тюрбаны Ну, я Сделать решил ставку Именно на бронированность Поэтому тюрбаны Которые повышают харизму Меня не интересуют Магазин МП-28 Я оставлю Потому что скоро у нас будет Будет этот Ну, я надеюсь, по крайней мере Что скоро мы получим автоматы Вообще-то, может быть, и не скоро Ну, ладно Места достаточно у нас в инвентаре Поэтому Одну саблу, кстати Надо Йогану в инвентарь положить Опять же Ой, вернее Форест Форестеру Ну, главному герою А у него места нет в инвентаре Тогда повременим Это что у нас? Это коктейль молотого Очень простое производство оружия Используемое в основном партизанами Сумку оставим Сумка ветеринара Кстати, вот еще сабли есть Ну, они тоже все обычные Нехило мы так осла нагрузили Смотрите, сколько денег у нас Две с половиной тысячи Уже денег Ботинки для пустыни у всех есть Противопехотная мина Каски тоже у всех есть Кстати, противотанковая граната Может быть парочку оставит А, это противопехотная Тут где-то противотанковая должна быть Дымовая граната Представляю, как ими пользоваться Для чего они могут быть нужны Там будет танк Довольно-таки скоро Да, в этом акте уже И с огнестрелой Его очень трудно расстреливать Здесь он здоровье не теряет почти Ладно, пока у нас нет автоматов Я, наверное, не буду Вот эти вот копить Боеприпасы Непонятно к чему Потому что к оружию Которое еще неизвестно Когда у нас будет Зачем его таскать Продаем Перчатки тоже у всех, по-моему, есть уже Вот видите, как все это медленно Вот каждое действие нужно подтверждать Это так бесит Каждое действие нужно подтверждать В первой части такого не было Просто перетащил и все И то это было долго А теперь представляете, как Муторно вот этим всем заниматься Это что такое? Противотанковая мина Радиус поражения этой мины Меньше, чем у противопехотной Но она носит гораздо более серьезные утверждения Она разработана Для борьбы с тяжелобронированной целью Может быть урон от взрыва 9.45 Да нет, ерунда Проще опять же будет Расстрелять тогда из пистолетов И как-то ни странно И не глупо звучит Верблюда разгрузили Сейчас противотанковую мину я тоже продам Если мы разгрузили верблюда То Разгружаем уже ребят теперь Ну вот этих вот Наборов инструментов Для починки одежды У нас явно перебор Хотя бы часть продаем Остальных тоже По парням распределим как-то Ну а в случае нить одежду не нужно Слушайте, а может мы можем купить автомат уже? Или проще его добыть на поле боя В принципе можно ведь и на поле боя его добыть На халяву, так сказать Так, ну что Давайте Часть бинтов тоже я парням раздам Потому что у меня перегруз Слишком много этих бинтов Так, ладно Мы все продали Теперь нам нужно покупать А что нам нужно покупать? Нам нужен, во-первых, сахар Сахар и Фляги Чтобы наварить зелий опять Хотя у нас их, кстати, и так прилично ведь Ну давайте доведем Чтобы у каждого в запасе было Хотя бы пять зелий Потому что я гляжу Вот, допустим Ульрих их вообще все потратил Странно А почему это, интересно, у Ульрика Такие проблемы Потому что он На нем нет шортов Плохо бронирован, что ли? У него броня А4 У наших парней 6,7 Ну вот, видимо, поэтому Ульрих быстро переводит Лекарственные средства Так, нам нужно передать Торгаш А ты что? Так, желтую краску Желтую краску нам пока не отдаст Кстати, новый уровень у осла Ему рукопашный бой поднимаем А, рукопашный бой Сейчас поднять мы ему не можем Ну, тогда пинок Или плевки Животное может плеваться Во врагов Нанося ему ужасные уроны Понижая боевый дух А это плевок А пинок Мощнейшее оружие В умелых ногах Самозабвенное Отвешивание пинзюлей По задницам Доставляет не только Эстетическое удовольствие И хорошо защищает дорогу Мощный пинок Валищий с ног Ближайший врагов Ну, тут не написано Валит это одно Надо еще, чтобы повреждения были Поэтому давайте плевки Плевки мы ему повысим Так, нам нужно отдать жене Джафара Или кому-то там Хасана Что-то там передать Письмо какое-то Жена Джафара Вы подходите Корабу женского пола У меня есть письмецо От вашего муженька Есть Письмо от Джафара А ну быстро давай его сюда Она вырывает его из ваших рук Вместе с пальцами читает И забрызгивая все вокруг Ядом начинает орать Сволочь, скотина Пусть только вернется Я ему покажу Потом буквально впихивает в вас Заранее приготовленный ответ И заявляет тоном Нетерпящим возражений Вот, смотайся И переджай Джафару Конечно, мадам Любой каприз На несколько секунд Повпадаете в кому Параллельно прикидывая Как от этого отмазаться Но голос жены Джафара Возвращает вас в реальность Джафар ждет Лучше сгонять А то еще убьет Ответ жены Дайте-ка внести ясность Вот что произошло Жена Джафара Живет рядом с рынком Так? Так Она ждала корреспонденцию От мужа Так? Именно Она рыдала от радости Получив долгожданное письмо Так? А вот и нет Она чуть не прибила нас На самом деле не нас А мужа Но за неимением Мужа под рукой Гнев был обращен на нас Прочитав письмо Она чуть не проломила дыру В каменной стене Тут же потребовала Доставить ответ Тут я был полностью На стороне шефа С такой женщиной Лучше не спорить То есть нам нужно Опять возвращаться На вазис И передавать Письмо Джафару А, кстати Нам нужно было Торгашу Одеялами что ли Там что-то передать Где Где тут торговец Коврами Что-то я Мне кому-то нужно было Передать Час денег Чуваку Который торгует Коврами Подозрительный бульк Да это Погоди-ка Что это Кому-то квест Нужно сдать Отдать деньги Если быть точнее 90% Себе оставим Только 10 Но денег у меня И так навалом Поэтому Сколько у меня сейчас денег 4,5 тысячи Это много Я не парюсь По этому поводу Рыбак Это не тебе надо Так Это не он Торгаш Может он Тоже не он Торговец Наверное Вот этот вот Договорились Вот отдал Я ему 10% 90% Я ему отдал У меня осталось 2600 И мы выполнили Этот квест Кто-то Находит Кто-то теряет Шеф отдал Деньги Торгашу Мотивирую Это тем Что мол Честным Везде у нас Дорога Вот ведь Гад А можно было И не отдавать Друзья На самом деле Ну ладно Мне не жалко Сдали мы Этот квест Письмо Отдали Женушке И тогда нам Теперь нужно Сейчас зайти В питейное Заведение Имени здорового Образа жизни Затариться Фляжками Наготовить Себе Целебных Зелий Как идут дела Толстяк Закатывает Мощную Истерику И в порыве Страсти Начинает Изливать Душу Я здесь Один Совсем Один Начинает Причитать Сон Народ Битком Набитый В ресторане Затихает И начинает В упор Смотреть На него Да я не про вас Наезжает он На посетителей Я про обслугу Работать не хотят Гады Все в партизаны Подались Сладкой жизни Жаждет А у меня нет Времени Даже на рынок За свежей рыбой Сбегать Вообще-то Я тоже в партизаны Хотел Но меня не взяли Сказали слишком толстый Из-за деревьев Видно Гады Правда? Ваши сотрудники Просто подставщики Взяли и кинули вас Ну ладно Все мы пошли Что там за квест? Рыба Владелец местного Рыбного ресторана Невероятно тупой человек Он отправил Всех своих работников Партизаны А сам отправился На речку За свежей рыбой Забросил у него Ты сидит как дурак Без него да и без рыбы Я пожалуй За приемлемую сумму Найду ему рыбу Это какой-то Побочный квест Я так понимаю Ну давайте Купим рыбу ему А может быть У него купим? У кого-то Я же видел А у рыбака Свежая рыба же есть А кстати Вот Ремкомплекты Которые нам нужны Однозначно Берем их Покупаем Цена покупки Аж целых 65 Куда деваться И кстати Нам патроны Тоже нужно пополнять Боезапатроны К пистолету Ну и сахар Само собой Сахар Фляги А Подождите А осел-то у нас Остался в этом На улице Поэтому Сахар придется Пока у себя Складировать Ну вот Можно купить Третий парабеллум Я не знаю Стоит ли покупать Ну цена 180 монет Это же мало В принципе Мало Давайте парабеллум Купим для Ульриха А то он бегает С саблей Как дурак Купаем А что Фляжки Он не продает Что Купим для Ульриха Купим для Ульриха Странный фляжек Походу у него Походу у него В продаже Нет Ну тогда И сахар Смысла покупать Нет Давай сюда Патроны Просто пополним Ну по 5 ремкомплектов Каждому Я сейчас наряжу Для ровного счета По 5 штук Вот у Ульриха Уже 5 штук есть О А вон я видел Фляжку кстати Вот она Фляжки у него есть Но редко попадаются Тогда я сахар Куплю Потому что У верблюда Было Какое-то количество Фляжек Вот фляжки Пошли Я гляжу Патроны Ульриху Ну ремкомплектов Я не знаю По 5 штук Уже набрали Надо еще брать Или хватит Ну давайте Еще возьмем Пускай их будет По 7 Жадность Что-то на меня напала Затариться Решил Потому что Не дай бог Опять проблема Будет С починкой Оружия Не хочется Сюда возвращаться Только для того Чтобы Затариться Этими Ремкомплектами Давайте На оставшиеся Деньги Сейчас Закупим Патронов Так Все Этому Кстати Надо рыбу Привезти Сейчас Я попробую Ему рыбу Свежую Купить Принесите Может быть У рыбака Есть Так Начинаем Варить Делье Отдаем Все Вот эти Фляжки Сахара Верблюду Сахара целебное зелье понимаешь 4 сахара лишних остались ничего тогда а у нас денег нету кстати а как мы купим рыбу если если у нас а вот фляжка есть как мы купим рыбу без денег не купим значит так мы зато мы на готовили новую партию зелий я вижу что ульвиху а не нужнее всего затарились ремкомплектами затарились можно сразу кстати починить оружие всем можно сразу починить одежду нет одежды в порядке к этому пистолет цик тик 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 ладно сабли пускай таска это осел потом верблю потому что навряд ли его это только на крайний случай они нам могут понадобить зачем будут героев таскать если бы это какие-то хорошие сабли разрушения чем вот она отличается да ничем не отличается так рыбака мне нужно вот рыбак свежую рыбу купить так рыба сушеная а мне надо свежую а у кого-то я ведь видел свежую рыбу где только не помню кого-то она была зараза сушеный друзья продолжим следующей части всем пока